Продолжим грамматический разбор суры «Аль-Байна». Мы остановились на аете «Радуя Аллаху Анху, Раду Анху, Залеки лиман хащия Рабба» «Давален Аллах ими, и они довольны им». Это для тех, кто боялся своего Господа. «Радуя» — это у нас феулен мадный глагол прощающего времени. Глагол «Радуя» может быть «дуа», значение дуа, то есть мольбы и просьбы. Или может быть просто «ихбар» повествованием. «Аллах» — это у нас имя величия, это у нас фа'ль «Фа'ль» — действующее лицо глагола «Радуя». Марфуан поставлен в состояние рафа, именительный поддержку. «Аллах» — праздник поддержания рафа в этом имени. «Аллах» — явный дому на его конце. «Вальфи'ль» — глагол «Радуя» со своим фа'лем, именем «Аллах» — все это «джумлятун фи'ль» — глагольное предложение. «Истинафиятун» — возобновленное, новое предложение. «Ла махалла лахаминал-иараби» — не имеет места в падеже. Также это предложение может быть «хабарун-танин» — вторым хабаром частицы «инны». Также может быть «хал» — то есть обстоятельственного образа действия. «Алллах» — это у нас харфу «джарь» — предлог родительного падежа. Местомение «х» — это «фа'ль» состоит в смысловой связке с глаголом «радуя». «Аллах» — это «харфа Атфин» — союз «мобниу оля фатхин с неизменяемым окончанием с фатха на конце». «Раду» — это «фа'ль» — глагол «прощающего времени» — «мобниу оля дому с неизменяемым окончанием с дома на конце». «Мобниу оля дому» — «алля ль-я-ль-махазуфа» или «альтыка из сакрины» — над удаленной из-за встречи двух секунд буквы «я». «Почему дому?» — «потому что ль-я-ль-махазуфа» — из-за присоединения этого глагола к местомению нового же страну числа мужского рода «вау». «Валь-вау» — это «домир муттаслен» — слитное местомение. «Мобниу оля сакуне» — с неизменяемым окончанием сакуном на конце. «Фи махалле раф-ин на месте падежа рафа» — именительного падежа. «Фа'ль» — действующий лицо данного глагола. «Валь-фа-алиф» — это «алиф-ин-фа-ри-хатан» — «алиф-различие». «Валь-фа'ля ма-фа-али» — глагол «а-радыя» — со своим фа'алем все это «джумна-тун-фа-литун» — глагольное предложение. «Ма-тоуфатан» — «аля жумна-ти» — соединено союзом «вау» с предыдущим предложением. «Фа-ля махалле ла-мин-ал-араби» — а значит так же как и предыдущее предложение не имеет места в падеже. «Анху» — «аль-джар» — «валь-маджрур» — этот «аль-джар» «валь-маджрур» мы уже разбирали, разбирая подобное слово «анхум» — за исключением того, что «аль-мимус саакнуты суконирну» — за исключением суконирну мима на конце. «Валь-джар» — «валь-маджрур» — «анху» — «мутааллихундул-фа'ль» состоит в смысловой связке с глаголом «радыя». Дальше и далеко «дат онeder» — «валь- JOSHUq Anch gibi «валь-мастраラ» указывающий ACE parlament. «Ал-лама» — «валь-маджрур» — «ал-лама» «Ман» — это «исман маусун» относительно мисслимения «мабни على суконе с неизменяемым окончанием суконом на конце «фи махалли жарн бил лам» на месте поджаржар посредством харфа лам. «Хаши» — это фиал-дмарный глагол «прощадчего времени». Глагол «прощадчего времени» — «мабни على фаттин с неизменяемым окончанием с фатха на конце». «Уфаэль» — его фаэль, действующий лицо — это «дамирон мустатерон фи хиджавазин», скрытый в нем в допустимой форме мисслимения «хуа», «такдируху» — «хуа», который выражен мисслимением «хуа». «Валь фиал-дмар фаэль» — глагол «хаши» со своим фаэлем «хуа» — все это «джумнотин фаэлитон» — глагольное предложение. «Сылятель маусулы» — «ман» — является предатком, предаточным предложением относительно мисслимения «ман». «Валь-джар» — «валь-маджрур» — харфа «джар лам» и его «маджрур», то есть «ман» — все это «мутаалликан бе махзуфин» состоит в смысловой связке «валь-мабжар» — «хабар валь-мабжа» — «маджа» является сказуемым подлежащимы «дзалико» или говорят по-другому, точнее «لтжар» — «валь-маджруру», и мутаалликан состоит в смысловой связке «бимахзуфин» — со скрытым подразумуемым «хуа» — «хабар валь-мабжа». «Которин» — на самом деле является сказуемым подлежащимы «дзалико» — «дзалико» лиман хаши рабу и т.д. Валь мубтадау ма хабарихи, подлежащие далеки со своим сказуемым лиман хаши рабба, все это джумлету не смеюту именное предложение, истинно афияту, возобновленное, новое предложение, тоже можно сказать и птидаияту ла махаллахаминал ирраби не имеет места в падеже. Рабба, рабба это у нас мансубан алят-та'азим, поставлен в состояние винительных падеж в качестве возвеличивания, так говорят, чтобы не говорить мафул бихи, прямое дополнение, та дубан ма Аллахи, из-за уважения к имени Аллаха. У алямуты наспе признак падежа нас в этом имени, винительный падежа в этом имени, аль-фатху-захирту аля ахили хьявуна фатха на его конце. Рабба, имя рабба это у нас мудаф, являясь мудафом, первым членом из-зафятной связки. У аль-ха а-ха это у нас домиром нуттасленно слитное мислимение, мабня оля доме с неизменяемым кончанием с дома на конце. В махалле жарен на месте падежа жар, были мудафы на месте падежа жар посредством мудафа, мудафы на алей второй член из-зафятной связки, вторая часть из-зафятной связки. Валлаху а'ланм. На этом мы закончили разбор этой благословенной суры. И. الحمد لله لذي بنعمته تتم الصالحات